Апикс, забери свой выигрыш. В игре высокий коэффициент выигрыша и минимальный вход в игру с 1 рубля. Играть тут проще простого. Делаешь ставку и как только коэффициент пошел вверх, тебе решать, когда выйти из игры. Можно играть более осторожно, либо довериться интуиции, забрать крупный выигрыш, пока шкала не остановилась. Также есть функция автовывода при заданном коэффициенте. У них множество положительных отзывов и мгновенные выплаты на Киви или Яндекс. Кстати, если хочешь получить бонус, то переходи по ссылке в описании и получи бесплатную игру в подарок. Как? Ой, бля. Я вышел в прямой эфир, ебать. Ой, бля. Я вышел в прямой эфир, ебать. Только что. Как обычно, сразу топ эфиров, потому что я крутой, бля. Ебать его в рот. У меня нет такой салат с вами. Здорово, бля, козлы, ебучи и нормальные пацаны. Сегодня, блядь, будет о чем поговорить важным, серьезным примеру. Начнем с того, что в понедельник, только что Оксимирон выпустил видос в инстаграм, что в понедельник в 19.00 в главклубе пройдет концерт, в котором будут участвовать, собственно, сам Оксимирон, Нойз МС и Баста. К последним двум отношусь неоднозначно, но все равно большие молодцы. Они будут участвовать в поддержку Димы Хаски, про которого, и ситуацию, с которым мы сейчас тоже поговорим. А его задержали за три каких-то там статьи ебучих. Ну, короче, мусора его щемит, не знаю зачем. Даже вообще просто... Видимо, когда нельзя контролировать, потому что, ну, как бы ты, я не боялся. Да, возможно. Моя участь досталась ему. Вот. Поэтому я здесь вообще особое отношение имею непосредственно. Вот. И... Этот концерт сделан в его поддержку. Все средства пойдут ему в помощь в этой борьбе и все такое. Вот. И я, как бы, советую очень всем прийти на этот концерт и поддержать всю эту ситуацию. Потому что от этого и вправду зависит вообще будущее концертов всех ваших любимых рэперов и артистов. Потому что со свободой слова прям резко стало все намного хуже. Может быть, какую-то часть в этом поимел мой релиз, не знаю. Вот. Но, короче, начали жестко щемить всех, кого надо и не надо вообще. Я еще, ну, как-то могу понять, за что там могут щемануть Айспик, к примеру. Но за что щемить Хаски, я не знаю. Это какой-то пиздец, бред вообще. Ну, типа какой-то каннибализм, хуизм и все такое. Там, где его даже нет. Даже если он там был бы. Вот. И, короче, подробнее теперь к вопросу, собственно, о самом Хаске. Ситуация, на самом деле, не совсем однозначна. Потому что я считаю, что именно здесь надо расценивать не так это все, что это именно вот двойной ужас. То, что типа вот щеманули и щеманули Хаски. А просто, что скорее щеманули. Потому что, собственно, если говорить про самого Хаски, персонаж он очень неоднозначный. В плане своей гражданской позиции. Насколько я знаю, он в свое время выступал в ДНР. И говорил некоторые вещи насчет того, что он хотел пойти воевать в батальон Захару Прилепину. Но при этом я прекрасно понимаю, то, что как можно быть, к примеру, даже оппозиционером. И хотеть воевать в ДНР за ДНР. Потому что, к примеру, какой-нибудь Лимонов, мы это недавно обсуждали, мог бы тоже, в принципе, пойти сейчас воевать в ДНР. И я прекрасно могу понять как-то позицию даже какого-то оппозиционера, который пошел бы воевать в ДНР. Но здесь как раз-таки это называется карма файтсбэк. Я не знаю, чего сейчас, каких взглядов придерживается Дима, но если ты хочешь воевать за ДНР, то карма тебя настигнула. И ты получил свое от тех же, кого ты, к примеру, вдруг, может быть, поддерживал. Или поддерживаешь в какой-то мере. Но я надеюсь, что он не хочет больше воевать в батальоне Захара Прилепина и стал намного умнее в этом плане, чем он был, когда говорил это все и когда там выступал. Но в любом случае этот инцидент вообще весь с этими статьями, с этим щемилым жестким этого артиста, это очень ужасно. И это отразится на всех и будет отражаться. И если бездействовать, то как бы все будет только развиваться. И никому не дадут выступать в этой стране, кроме тех, кто дружит с властями, собственно говоря. Там, я не знаю, будет выступать Тимати, Егор Крид и все. И больше никто для вас не будет выступать. Если вы как бы этого хотите, то продолжайте бездействовать. Если не хотите, то помогайте, чем можете помочь. Словом, делом, вот и прочим. Терроризмом, революциями и прочей хуйней здесь не поможешь. Митинги – это тоже абсолютно бесполезная хуйня. Более или менее. Просто не замалчивайте. Делайте общественный резонанс всех этих ситуаций. Если вы хотите, конечно, на концерты всех ваших артистов, любимых, которые пытаются сохранять нейтралитет, я бы даже сказал, в отношении гражданской позиции, а не какую-то там жесткую позицию поддерживают или еще что-то. Таким вообще, я думаю, тем более ничего не дадут хорошего делать в плане выступлений, концертов. Это первое, о чем хотелось бы поговорить. В любом случае, фри хаски. Мне нравятся некоторые его треки. И в конечном итоге я отделяю, конечно же, любые взгляды, гражданские желания. И политические какие-то, от музыки. И даже в какой-то степени от самого человека. Потому что не всегда человек плохой, если он говорит какую-то хуйню, или хочет сделать какую-то хуйню. Просто иногда он бывает заблудший. Ну вот, его просто надо направить. Или он сам себя направит. Ну вот. Потом, насчет чего еще хотелось бы сказать. Хотелось бы сказать, что основная часть работы над записью моего грядущего релиза, следующего, слайм, завершена. Теперь я нахожусь на стадии доработки. И на стадии сведения этого релиза. Скоро буду находиться на стадии снятия каких-то видео музыкальных. На самые пиздатые треки с релиза. Ну или не на самые пиздатые, просто на те, которые мне нравятся. Вот. Решать уже вам, какие там самые пиздатые для вас будут, какие нет. Вот. Чего я не буду писать еще, если будет пизде, чем то, что я уже в релиз внес. Буду заменять одни треки другими. Пока не отдам доставку всем площадкам. Вот. Поэтому могу поздравить вас с лайм скоро, ёпта. Вот. Чего еще хотелось бы сказать? А, вот. Завтра следите. Примерно в это же время, часов 8, за моим фан-пабликом ВКонтакте, Фейс Фэмили. Там будет хуяный сюрприз. Для моих слушателей. Не скажу. Пусть следят. Теперь расскажу об истории, которую я давно хотел рассказать, которая называется «Почему Аэрофлот пидорасы?». Так вот, мне на самом деле похуй, если Аэрофлот будет на меня залпаться, как они это любят делать на тех, кто говорит про них правду. Но на самом деле я всегда считал Аэрофлот самой лучшей российской компанией и, к сожалению, это так и остается. Это как бы говорит просто об уровне наших авиакомпаний в очередной раз в целом. Вот. Но, к примеру, Аэрофлот все же не дотягивает пока до Аэрофлота. А Аэрофлот тоже старает желать лучшего. Сейчас расскажу, почему. Всегда считал Аэрофлот сам из ебальской компании. Стараюсь летать вообще только Аэрофлотом по России и не только. Как бы удовлетворим вполне этой компанией. Но бывает полный пиздец с этой компанией, что очень жестко настораживает и что вообще в рот ебал такие движи. К примеру. Летели мы недавно с Марьяной и ее матерью по делам на Сахалин, в Южно-Сахалинск. Рейс был Москва-Южно-Сахалинск. Дело было где-то 17 октября. Что-то такое. Вот. И когда мы начали взлетать, при том, что у меня и так есть какая-то такая, знаете, аэрофобия из-за моего невроза и прочего. Как у многих людей. Но на самом деле люди делятся на два типа. Вернее, на три. Есть люди, которые любят летать. Почему-то я хуй знает. Есть люди, которые боятся летать. И люди, которые говорят, что не боятся, но все равно боятся летать. Ну, типа там до момента, пока не тряханет самолет и прочего хуйня. Вот. И, короче, когда мы начали взлетать, самолет резко, самолет резко просто типа, блядь, начал считать и трястись и все такое. И сверху просто с кондиционера на Марьяну полилась вода. Я такой, бля, ебаный в рот. Походу нам конец, все, мы умираем нахуй. Сейчас разобьется самолет, развалится и все такое. Ну, да ладно, похуй. Когда мы взлетели уже, в принципе, вода более или менее перестала течь. Ну, я сказал стюардессе, типа, что это за хуйня, что это за пиздец. И она начала шутить ебучие шутки какие-то из разряда, что, бля, кондиционер по вам соскучился, пришел и вас решил обнять. Короче, какую-то хуйню начала какой-то троллинг применять вообще. И я просто охуел с того, насколько это непрофессионально тупо и насколько просто нереально уебаны. Вот. Ну и вообще, блядь, стюардессы были какие-то злые, блядь, люто ебнутые, не знаю. У них были ебальники, как будто они съели килограмм какого-то, блядь, имбиря, нахуй, за один раз. Просто у них житуха была какая-то горькая, блядь. Они, например, я их позвал одну стюардессу, говорю, типа, то, что, вот, принесите мне пиво, пожалуйста, вся хуйня. И она такая, типа, блядь, с таким ебалом, как будто она, не знаю, бабушка моя и переживает за то, что я, блядь, пью пиво. Просто, короче, какая-то ебнутая хуйня. И мне вообще нихуя не понравился этот полет, так скажем. И уведомляю вас о том, что в этом случае Аэрофлот оказались пидорасами и у них потек, блядь, кондиционер. И да, это лучшая авиакомпания России, поздравляю вас, мы живем в прекрасной стране, и я ее очень люблю. Вот, особо мне, в принципе, самому сказать нечего, больше спрашивайте свою хуйню. Вы же любите хуйню всякую спрашивать. Но я на самом деле не буду отвечать на полную хуйню из разряда там, как кому относишься, вот это вот все там, или там. Вопрос от подписчика Ирочка, 88, скажите, пожалуйста, как вы решили прийти к какому образу? Это очень неординарно. Да и пиздец неординарно, лысый пацан. А, ты что, на 89 спрашиваешь? Вань, когда будешь включать пищевые? Вуся, 89. А? 89 это что-то старовато. Для моего этого, блядь. Ну, какая разница, откуда, значит, может быть, ей 89-го, там, я не знаю, у года рождения, у нее парень. К примеру. Так, ебать его в рот. Так, ебать его в рот. Е-е-е, в Красноярске тоже привет. Пиздец, я одного чувака позвал на совместный созвон. И вон, блядь. Пиздец, походу, он красится, нахуй. Ну, не знаю. Ожидание уже долго идет. А, он еще и отклонил. Завсал. Не знаю, у меня никогда не было, мне интересно. Пиздец, говорит, гипноз какой-то. Да, чувак, говорит, пиздец, гипноз какой-то, молчитый палец. Вот, короче. Сейчас ты в вашем правом эфире. ЧЕГО? О, заебись. Здорово, мужик. ЧЕГО? Жизнь бывает такой. Вот это... Как тебя зовут? Меня зовут Влад. Я был на концерте в Нижнем. И у нас твоя фотка есть. Да. Огонь. Спасибо. Я думаю, еще увидимся. Очень считаю, что в Нижнем Новгороде это офигеть. Что? На туре? Да, на связи. Я в токе, Иван. Просто я в токе. Как дела в Нижнем? Отлично. Очень рад, что ждал твой концерт после альбома, но буду ждать следующий. Ничего, ничего. Приедем. Я думаю, сейчас еще... Один-два релиза и заценим. Сейчас еще запишу, отдохну чуть-чуть зимой. По зиму и приеду в Бронисы. Просто ты бог, понимаешь? От души, от души. Я в шоке. Я в шоке. Я такой сижу, типа, ну ладно, тыкну, может не знаю, что-нибудь будет. Да что, ты сразу первый попался. Я просто не хочу... Там еще были девчонки, но я не хочу с девчонками, потому что они будут визжать. Или будут хуесосить меня, потому что... Да ладно, ты меня ладно наушнило. Я лушнило. О, господи, бля. Что у вас там происходит в Нижнем Новгороде? Нормально. Короче, у нас в Нижнем отменили дофига концертов. Прям очень много отменили концертов. Ну да, я слышал, типа, вот только недавно Айспик. Теперь еще на концерт там очень строго там по документам прям спрашивают. Недавно кто-то приезжал, и там много друзей не пустили, якобы с 18 лет нужно. По-моему, даже монеточку отменили, да? Да. Бля, известно, конечно. Айспик там, капец какой-то. Не, я вообще люблю место, в котором мы живем, и оно реально очень оригинальное, типа, наша страна запиздаться. Ну, типа, я не знаю, отменить монеточку, хуй его знает, это все, что Аллу Пугачеву, где можно доебаться до Аллы Пугачевой, вот я не знаю, где можно доебаться до монеточки. Прям очень много. У нас не отменили, только Федука вроде бы еще там кого-то. Ну, это странно, но, возможно, есть подозрения какие-то, почему его могли не отменить. Потому что выступал на каком-то благотворительном концерте, который спонсируется, типа, правительством нашим. И, может, поэтому его не отменили, не знаю. Ну, а может, и не поэтому, хуй его знает. У них странный выбор еще, типа, они могут каких-нибудь лютых типов не отменить, но при этом отменить монеточку или, я не знаю, гречку, блядь, там, доебаться до нее, что-нибудь такое. Ёбнутая хуйня. Мусоров вообще никакой логики нет. У меня в Нижнем Новгороде, кстати, по-моему, когда я там выступал, типа, пару раз я точно там выступал, у меня не было там проблемы. Это... Ну, вроде не было. Хотя было дохуя проблем, где в других местах, потому что в том году дохуя где щемили. Ну, тогда все нормально было, да. Сейчас, в этом году... Че-то хуевая связь. Да. Нет, нормально. Че-то с интернетом не так верно. Давай, давай. Ну, ладно, что ответил на... Я просто в шоке. Давай, гони. Увидимся. Давай, я жду твои новые. Увидимся, да. Работаем. На следующем концерте. Гэнк. Хе-хе-хе. Так, это весело. Давайте дальше. Тут твоя фанатка. Моя? Да, она с тобой обнимается на атаке. Да. Какого-то чувака выбрал. Здорово, мужик. Здорово. Взрослый... Взрослый мэн. Я не слышу, что ты нихуя. А теперь слышишь? Слышишь? Ты меня слышишь, нет? Слышу. Я нихуя не слышу. Я из Днепра. Ага. Да я слышу, что ты... Бля, ну шо, погоди, наушники посты мне. Давай, давай. Сейчас, секунду. Может, заработает, ебать. Смотри, нахуй. Оп, машинка стоит. Как все красиво. Не, нихуя не слышно, человек, пиздец. Ну, все, сори. О, с... Бля, не вовремя. Чувак из Днепра. Он только начал меня слышать, и пришлось с ним это... Расстаться, блядь. Расстаться, блядь. Слышишь? Да. Ебать, они хотят все со мной побазарить. Это что-то знакомое. Что-то, блядь, знакомое. Твой никнейм почему-то мне знакомый. А, еще и у тебя на аватарке это... Емс. Емс. На груди. Это татуха? А? Это татуха на груди? Да. Асап, гэнг. Кул. Все, все правильно. Как у меня прям, как будто маркером, блядь. И... Все всегда говорят, маркером, что ли, нахуй. Хуяртеров. Че, как тебе этот... Тестинг? Тестинг? Тестинг охуевший. На самом деле, я все еще слушаю его на репите. Ну, блядь. Хоть он завял вот так вот среди аудитория. Типа вот так вот прошелся. Никто не заметил его. Ну, блядь, мнения разделились, но как бы я вообще в принципе могу себя назвать тоже фэном Асап Моб в какой-то степени, но мне релиз типа не особо самому пришелся по душе. То есть есть какие-то прикольные темы, это в натуре тестинг. То есть чувак реально тестил. Да, да, да. Он в какой-то момент просто подумал, блядь, что мне делать, какой звук выбрать и попробую потестить. Типа, но на самом деле мне вот недавно вышел трек, где он засемплил Тейм Импалу. И, ну, ты видишь по-любому, лип, и все такое, блядь, заебайский трек. Мне вот прям понравилось. Вот эта хуйня, где он такой у-у-у-у-у-у. Типа такая хуйня, значит, тупая, но... На самом деле сейчас из моба Асап Энд начал очень кто-то делать. Ну, он так, блядь, делает оригинальный типа трэп, там продакшн такой интересный более-менее. И все такое. Ну, конечно, этот... Такой хороший трэп-трек со скептой с релизом. Да. И это, и с FK, и твикс еще прикольный, там бит такой жесткий. Ну, начало охуевшее, начало охуевшее. Дисторт и трекерс, типа, такой прям бит, блядь, ебашит. Нормальная тематика. Вообще, не знаю, с FK, карте, карте побеждает вообще рок-стар, нахуй. Согласен, согласен. Но мне в том году, в том году-то и больше понравился его, чем в этом. Ну, там, конечно, Магнолин. На самом деле там западные артисты, они все в последнее время как-то вот по наклонной идут вниз, они стреляют и потом спускаются. Типа, кто-то пытается удержать аудиторию, кто-то может это сделать, но большинство, они просто, типа, скатываются в плане того, что... Да, не потому что, я не знаю. Никто не удивляет больше. Здесь есть такая некая хуйня, что некоторые из них просто, они стреляют с чем-то одним, и они пытаются только это и делать. А люди сейчас относятся к музыке жестко, как к фастфуду. И если ты не делаешь что-то прям гениальное, там, я не знаю, как делает Кендрик, к примеру, какой-нибудь, да, там, или реально, там, Тейм и Палу, Франк Оушен, то людям, типа, в конечном итоге станет похуй, если ты делаешь одно и то же. И когда, например, плейбок арти, хотя, на самом деле, я бы не сказал, что на него кому-то похуй, да, там, он собирает какие-то залы, там, у него, в принципе, все нормально, все заебись, там, встречается с какой-то, там, бабой известной, да, и все такое. Но просто Пьер ему сделал Магнолию, и он хуякс и делает через год микстейпа просто битов от Пьера. Все биты от Пьера, и причем это звучало так, как будто это вообще не самые лучшие биты от Пьера. То есть, если я сейчас зайду на YouTube, я смогу найти там битов лучшие, ну, которые будут звучать более пиздато, более как-то прикольно, чем вот эти биты, которые он взял в основном. И, как бы, когда он до этого выпускал, ну, он же редко дропается, выпускал, к примеру, тот микстейп, это была прям какая-то пиздатая инновация и все такое. И я, например, лично ждал в этом году, что это тоже, ну, должно быть что-то такое, типа, там, будет как минимум своя Магнолия какая-то или что-нибудь такое. А в итоге он просто получил на такие средние YouTube-type биты Пьер Барне какой-то, блядь, релиз, и я такой, типа, ну, блядь. Ну, типа, норм, 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 но нет такого, что прям, типа, разъебывает. На самом деле, я не знаю, многие фанаты ASAP, они жестко очень хейтят, типа, Astro World, но я вот пиздец, да, что Astro World. Нет, он явно взорвал этот год, это вообще, ну, типа, это... Мне, мне вот, лично мое мнение, это лучший релиз года вообще для жанров. Да, безусловно. То есть он просто, чувак, от начала и до конца он просто, блядь, разъебывает. Каждый бит, каждый фит, каждая хуйня, все вот прям в тему. То есть Дрейк, например, это просто, ну, выпустил какую-то попсовую хуйню ради стриминга исключительно. Здесь, конечно, тоже ради стриминга много чего было сделано, потому что Трэвис, безусловно, с коммерцией заебись дружит. Но я охуел, типа, просто с того, насколько это все с музыкальной точки зрения сделано заебись и не заезжено, как, например, у Дрейка. И это круто со всех сторон. И я такой думаю просто ебануться. А тот же самый Дрейк, к примеру, на Sika Mod залетел, он просто его испортил. Ну, типа, там, вот этого, блядь, Тейки, которые... Вот мне, например, Тейки не особо заходят в битвы. То есть, ну, это какая-то, типа, такая, блядь. Ну, кто знает, но, типа, Sika Mod без Дрейка, я бы не знаю, что там было на самом деле просто. Ну, не знаю, блядь, мне кажется, самая крутая часть. Дрейк сейчас тоже на фиты залетает. Очень круто. Очень круто сейчас залетает на фиты у всех. Типа, тот же с Фрэнч Монтана и Нолл Стайлис. С какой ты сказал? Фрэнч Монтана, Нолл Стайлис. А, ну да, там Фрэнч Монтана байтит Трейса жестко. Типа, он наберет на хайнос с таким своим этим, ну, Стайлис. И это ржачно, типа, думаешь, блядь, ну, хуй, это что, Трейс Котт или что там вообще такое? Что, что, Трейс Котт, блядь. Ну, типа, да, ржачно. Неожиданно от него было. Блядь, у тебя никнейм знакомый, по-моему, блядь, где-то мы с тобой списывались. Хуй не знаю, не помню. Может быть. Может, ты фоткал, может, кто-то, блядь, не тебе, Рокки, ставил лайк, блядь. Мне, 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 да. Во, во, я помню, я видел чела, который, типа, фэн АСАП, и ты, типа, вот, только фоткал ему, что-то такое, да. Да, мы с тобой так, да. Я понял, да, я-то думал, типа, деревня, твой никнейм. Ладно, давай, короче, мэн. Ладно, все, пей. Всего тебе процветания. Давай, пизда. Блядь, того же, давай. От души. Блядь, прикольно общаться с людьми, на самом деле, в этой хуне оказывается. Ладно, отвечать на ваши вопросы из разряда, как тебе, Гонфлад, и Биг Бэби Тейп, и взял твою бу, я ебу. Я не буду, но скажу, что нормально. Все, короче, молодцы, все ребята, работайте, делайте музыку, будьте пиздатыми, не давайте себя ебать, наебывайте, будьте людьми, не давайте щемить себя, ограничивать вашу свободу слова и свободу действий. Боритесь за свою жизнь и свою свободу, нахуй. Гэнгшит. Эй, шкэн. Да. Давайте, чуваки, всем удачи.